Эй, так все, привет, с вами ТопГай, мы начинаем играть за королевство Канады в Кайзер Ари Дакс И в прошлом вышло обновление на Канаду, я за нее все еще не играл, потому что что-то не переводили Потом я не был уверен в том, что это интересно, ведь мы играли в Кайзер Айхи Но я все-таки решил попробовать, так что давайте-ка сыграем партию Ну а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы же начинаем, поехали Ну и очевидно, ситуацию, я думаю, все знают Британия уехала в Канаду И Георг наш хочет вернуться, но пока там сидят синдикалисты Так что мы с ними должны будем расправиться И канадцы нам не очень довольны Потому что вначале как будто они добрые, но добрый канадец не всегда добрый И вот у нас еще есть баланс сил, правительство знания Есть типа канадская и наша британская Раньше эта механика была где-то в решениях и в каких-то ивентах Но теперь они ее переделали нормально в баланс сил, что прикольно Ну и смерть короля Георга происходит, у нас наконец-таки есть фокус При амуре хотят нашей помощи, да, давайте дадим Почему бы нет И нас бьет в черный понедельник Надеюсь мы ударим в ответ по Германии Но это попозже Так, первое выступление короля И давайте он поддержит консерваторов Популярность увеличивается, поддержка войны, политика и зал консерватора получает еще влияние Давайте сразу будем избавляться от депрессии Берем все таблеточки И нам нужно будет били c7 сделать Но пока что там нельзя будет его сделать, пока не пройдут выборы Выборы у нас пройдут в октябре, так что ждем И кто-то покидает, либерал становится правящей партией, допустим И, кстати говоря, в Кайзершвизе То старой ширины фронта, судя по всему Давайте найдем Да, да, 21 мы все еще используем тогда, как на шорде видео Это на самом деле приятно Мне как-то не супер нравится играть с десятками А пока, по ощущениям, именно с десятками лучше всего играть в новом патче И уже истин протокол выборов Пусть победит лучшая партия Слушайте, так может Давайте сразу и делать начинать фокусы Судя по всему, ивенты начнутся чуть пораньше Ну и чтобы быть сразу готовым к пиле, давайте начнем с имперской конференции Итак, вы станете какие-то приколы? Надо им помочь Я был бы не против, если бы к нам входили страны в наш альянс Они уходили, и они хотят оружие Да, без проблем Говорю я с минус 8 тысячами в запасе Им обязательно что-то доедет Америка требует выплаты военных долгов Удачи Я решил дораспускать всю свою армию Чтобы ее как раз-таки переобучить Пока у нас в том, что нет особой дивизии Единственное, я думал, может морпехов не распускать Но они тоже очень-очень слабые Поэтому лучше я быстрее это снаряжение отправлю на переобучение Хороший шаблон Чтобы не тратить лишние винтовки Кстати, более того, тут есть шаблон Который сейчас должен быть в теории недоступен Видите, мы не можем обратно поставить всю эту артиллерию Это забавно, но никакого Не знаю, никакой силы, никаких приколов Не несет Это просто точно такой же шаблон будет И мы можем теперь делать действия нашим королем Ну что ж, давайте, наверное, начнем турне Чтобы повысить популярность нашего короля Почему бы нет И мы получаем приятное на это время дебаф Хорошо Ой, смотрите, компетентная конференция Канада ключ к захвату, либо лучше другие доминионы Нет Очевидно, что Канада это ключ к захвату Но эту политку мы, в принципе, можем сразу иммобилизироваться Это призывает всех поддерживать Канаду Браво, браво Ну и смотрите, наших доминионов мы помогаем То есть, вон, Индия сейчас воюет и нуждается в помощи Мы им отправляем ее В общем-то, я думаю, всем сейчас мы какие-то бафы дадим Да, и это приятно Смотрите-ка, у нас есть приглашение Есть приглашение на попухать И есть приглашение в Алжир Манит меня, конечно, на гламур Голливуда Но долг зовет нашего короля Он должен быть хорошим королем Да, мы продолжаем всем бафы давать Видимо, у них там есть варианты А компромисс с США? Сами по себе я подлагаю Так что, да, не, сами по себе, американцы Разбирайтесь со своими проблемами сами А в России революция и социалисты пришли к власти Это для нас, на самом деле, неприятные новости Потому что, очевидно, любой успех социалистов Любой успех синдиката для нас плох Но что поделать? Итак, похоже, какое-то важное событие Статуа Ставиного Совета Мы выбираем себе наследника, я так понимаю Премьер-министра И мы можем напрямую выбрать Звучит неплохо Националистический фанатик, патернализм Звучит как то, что нам и нужно Так что, да, давайте его и возьмем Еще увеличим заодно влияние наших изгнанников А вот и дебат о военской появленности Это как раз какая-то самая канадская проблема Смотрите, какие-то как будто микробафы есть Но оно как будто, видимо, совсем не проработано Здесь какие-то 1%, 3%, что-то супермаленькое Итак, что-то очень интересное Но как будто нет В общем-то, видимо, это именно про то, что мы заберем себе Новую вот эту вот территорию Новую Англию, если я правильно помню Ну и смотрите-ка, демонстрация во время Королевской речи И они не должны бы быть там Либо их спровоцировали СССР-консерваторы Либо рыночные либералы И консерваторов, я думаю Это просто Вест-Индия Корабли, давайте Марш против мобилизации Еще минус стабильность Еще рыночные либералы Не отдаются либерахи Пытаются все переманить Канаду на путь мира Но нет Смотрите-ка, судьба Палаты Лордов Нам нужна ли реформа Либо больше канадцев Либо прерогатива Короля Выбирать по своему усмотрению И, конечно же, я с этой прерогативой Согласен А мы создаем СССР Будем сейчас потихоньку Экономику нашу восстанавливать Пойдем там по фокусам Билим у нас технически готов Осталось дождаться выборов И, кстати говоря, мы доме Мобилизуем нашу экономику Теперь достаточно уверенно Устроим фабрики И мы глава СССР Сразу минус 15 НП Прелесть Это на самом деле Прелесть Поехали дальше В Великой Депрессии Справляемся Единственное, это, конечно, все Новые модификаторы Поэтому это не так сильно Но все еще приятно Эппенат напал на репортера Он готов драться И это хорошо Согласен Нас зовут против Афганистана Но мы знаем, что это ловушка И лучше такое не принимать Потому что фактически У меня просто стабильность упадет И как бы, ну Ничего мы с этого не получим И Французов Которых призывают в его армию И говорят Поехали возвращать Британию Я, блять, француз Мне не нужна эта Британия А я говорю Всем нужно И подъем имперской партии Единства Партия радикалов Но эта партия Действительно выглядит интересно И она даже чуть-чуть Потихоньку Растет Судя по всему По каким-то Да, вот этим вот бафам И создаем лагеря помощи Безработным Да Это рабочие лагеря Их люди будут Конечно же Работать И у нас здесь Возможность построить Корпорации На самом деле Там промка Именно, по-моему Здесь ячейка исследований Давайте начнем Все же, наверное С промышленности Промышленность звучит Интереснее И новые федеральные выборы Либералы побеждают С большинством Консерваторы Либо либералы ФКС Ну, нет У нас, конечно же Консерваторы Побеждают Мы все в этом Участвуем Конечно же Народ выбирает А не я Из трех Вариантов Какой хочу сам Вообще У нас так много Дебафов на политку Что мы даже И не получаем Практически Что на самом деле Грустно Ну, что делать Делаем теперь Биль Ц7 Ой, надо И сэр всех Поприглашать Кстати говоря Обязательно Чтобы можно было Потом инвестировать В людей Ну, конечно же Они соглашаются И реорганизация Армии Ну, смотрите Сказали о полной воинской повинности Значит она будет полной Если он будет принят Но нам нужно Чтобы он провалился Будущая промышленность Канады На военных заводах И верфях На промышленности Военных заводах Да, слушайте Мне и то и то нужно Я бы выбрал Вот этот вот Средний вариант Улучшение ситуации В эстензии Нужно еще отдать им политку Ладно Я это сделаю Хотя мне, конечно Очень больно Давать какую-то политку Потому что Ну, как вы видите Политки у нас Не хватает ни на что А нам Вот эти вот кнопки Понажимать Было бы очень неплохо И мы можем Сами в себя еще инвестировать Закажем себе Конечно же фабрику Сейчас приглашаем Еще всех остальных И я думаю Поинвестируем еще В какую-нибудь Францию Наверное Потому что Франция Тоже Тона Сильная Хотя я смотрю На свой доминион Индия И понимаю Что, ну Все Очень Грустно И так и быть Мои войска Отправляются Под Дели Будем мы Которую здесь оборону Но по факту Будем Нападать Я думаю Попозже Кстати говоря Одноверно В основном Из-за немцев И осман Которые здесь Добровольцами помогают И у нас Внутренняя безопасность Еще один пунктик И По ощущению Самое нормальное Это вот это Потому что Если они какие-то Консерваторы Видят как те Кого мы бы хотели Поддерживать И так прекрасно Все присоединились Наша армия В Индию едет Я думаю Наверное Стоит давать им Кстати не фабрики А военные заводы Чтобы они Ну Жили Хотя по-моему Они будут сами Выбирать Да Что им надо Да Да Есть И Бель провалится Приятно Мы можем Сами выбрать Что с ним будет И Увы А я заказываю Северные фабрики Тем временем И вовремя Минус 100 Политки Говорится О нет Кто бы мог Подумать И у нас открывается Пока еще нет Давайте тогда Хорошо я делаю ЖД И что я могу сказать Королевская власть Принадлежит Королю И он Принадлежит Осуществить Свои королевские Прерогативы Крах правительства Получают Из знаменитей Еще больше Творец Становится Правящей партией И так Значит король Эдуард Теперь главный И так Дни демократии Сочтены у нас Посмотрите К чему Привела нас Демократия Это правда И дискретирован Истеблишмент И смотрите Когда Мертвые Канадские Демократии Пришел конец Он отказался От него сотрудничества С парламентом Интригующе Действительно Интригующе И в Америке Все временем Видимо Начнется Гражданская вина А мы делаем Королевские Прерогативы Ну и что У нас есть вариант Пойти в нацпопов По приколу Либо С вот этим Ребятами Договориться Либо же Исполнительная власть Только Королю Принклижит И Да давайте Так и сделаем Почему бы и нет Теперь в правительстве У нас Должен в теории Сидеть здесь Король Почему-то Не сидит Всего Назначаем Здесь уже Дивизии На фронт И будем Сейчас Спасать Нашего друга Индию Это Тивизи Когда Обучаются До конца Король Обращается Наших Сенатов Хорошо Здесь тоже Потихоньку Делаем Новые Дивизии Я думаю Вступаем В войну Панама Хочет Инвестиций Ну Держите И статус Аляски Смотрите Женя Канадцев Приближение Канады Либо Вмерирует Давайте Вторжение Канадцев А Вот Тогда Сразу Именно Прям Будет Ладно У нас Есть На это В принципе Кое-какие Силы Скажем Так Там Тем более Вообще По-моему Должно Быть Ноль Дивизии Да Так И есть Помните Здесь же Есть рынок И поэтому Мы Периодически Будем Что-нибудь Выкидывать На продажу Потому что Это Ну Выгодно Так Только Здесь Наверное Да Не поставил Цену Высокую Если Вот у меня Что-то Покупают А вроде Не хочется Мне делать Обращение Звучит Как Какая-то Опасная Ловушка И так Куча Ивентов Начинается Американская Гражданская Война Нас Это На самом Деле Очень Касается Так Ивентик Немножко Не Своих Рамок Там Какого-то Партнера Или Коста-Рика Попросит Защиту Конечно Предложим Помощь И в Новую Англию Мы Обязательно Вмешиваемся И захватываем Ее Успешно На себе Начинаем Роспуск Палаты Общин Прекрасно Победа Постанавливая Китая Не Ученик Раджанский Флот Захватывает Пуэрто Река Прекрасная Работа Действительно И нам Нужно Попытаться Пробиться Здесь К Врачам Чтобы Получить Снабжение От И Потом Пробиться Сюда Потому что Свидетесь Войска Без Снабжения Это Очень Грустно И так Давайте Освободить Новая Англия Но Я думаю Обеспечим Лояльность Чтобы Не было Слишком Много Проблем С ними И у них Да Ограниченное Признание Ладно Ничего Справиться И Пуэрториканская Делегация Окупация Независимость Либо Дать Им В общем Это Федерации Давайте Дадим Федерации Панамы Заход Канал Давайте Подрем Чтобы Они Пересоединились К нам И Перенаправили Часть Торговли Нас Давайте Кстати говоря Призовем Всех Вообще Сюда Пускай Все Немножко Помогают Луганским Уверетом Мы Справимся Они Отказываются Это Вы Зря Говорит Уточка Им Зря Зря Наши Девизи Будут Счет Готовить Выстку Мы Как Говорится Хотели Как По-хорошему Получится В итоге Как Обычно Открывает Неожиданная Помощь Смотрите Как Устарики Говорят Давайте Ка Мы Задружимся А я не против Действительно Не против Теперь У нас Здесь Есть Еще Один Союзник Регионе Король Наш Встречается С королем Норвежским Большой Успех Возможно Норвегия Что к нам Вступит Вальянс Было бы Приятно И мы Уже Подходим Успешно К Карачан Давайте Как-то Вот так Наверное Сделаем Эти Просто До сюда Нормально Итак Распуске Давайте Уберем Наконец Такие Разделенную Нацию Центр Разрыва И Политка Наша Начнет Нормально К нам Капать А мы Доделываем Фабрики По решениям Что у нас Появилась На это Все Политка И у нас Все Эти Кнопки Тоже Которые Звучат Забавно Кстати Говоря Но На самом Деле Здесь Они Не Слишком Интересные По крайней Мере Сейчас Стабильность Как-то Разменивать На что-то Не сильно Хочется Ну да Мы взяли Успешно Карачи Прелесть Ну и начинаем Выбивать Отсюда Немецкие Войска Афганские Войска Будем Сейчас Спасать Индию Будем Медленно Наверное Пункт Основления Здесь Получать И да Норвеги Хотят К нам Присоединиться Прекрасно Это Очень Хорошая База На самом Деле Над Британией Очень Удобно Будет С нее Оперировать И Наши Войска Достаточно Успешно Здесь Пробиваются Я бы сказал Очень Попробуем Даже Что-то Поокружать Вполне Возможно Вот Допустим Вот эту Дивизию Мы Наверное Окружим Если Все Будет Очень Хорошо То И вот Здесь Плюс Получаем Здесь Еще один Пункт Снабжения А самое Главное Лишаем Афганцев И немцев И турков Здесь Эти Турки По-моему Нет Турки Еще Не Войне Турки Все Помогают Итак Почистили Оппозицию Прекрасно Теперь Смотрим Что нам Нужно Дальше Соцкредит Защит Запал Ну что ж Давайте Наверное Дворянские Титулы Потому что Здесь Политка Стабильность То что нам Сейчас Больше всего И нужно И можно Теперь пригласить Вот эти новые Страны В СССР Конечно Делаем Итак Поскольку Мы использовали Нашу прерогативу Мы теперь Можем Поменять Нашего Министра Значит Либо Вот этого Борона Либо Вот этого Виконта Здесь Политка И прирост Поддержки Ааа Поддержка Войны В неделю Ну слушайте Ну да Мы очень Виктором Потому что Поддержка Войны В неделю Постоянно Это Ну слишком Сильно Получилось У нас тут Хорошее Окружение Войпом Немецкий Воскар Это нам Не супер Выгодно Потому что Германия Будет воевать С Интернационалом И соответственно Выгодно Чтобы Германия Была Ну не слабой По крайней мере Но Все еще Германия Наш Тоже Противник А не Союзник Это надо Понимать Хоть и В долгосрочной Перспективе Только Все еще Видите Есть Англо-французские Разноклассия Я так понимаю Вот это Вот Должно Убрать Этот Дебаф Потому что Напряженность В отношении С кэвбэком Будет Убрана Кстати Мы все еще Не убрали Вот этот Экономический Дебаф Что Грустно Но Давайте Начнем с Политки Потому что Очень Не хватает И Рассказки Капитулировал Кто бы Сомневался Понятно Почему Они Вообще Пошли Против Нас Как-то Могли Просто К нам Присоединиться Теоретически Наши Рассказки Обучаются Но Вообще Наверное Можно Их Уже Отправлять В бой В принципе За Панамский Каналом Можно Уже Идти Панамский Канал Нам Конечно Очень Пригодится Нам У нас Так как Плот Будет И там И там Нам У нас Невероятно Почему Ну Их Воживание Наших Интересно Говорит Что они К нам Хорошо Относятся Давайте Попробуем Помочь Или Смотрите Когда Дебаф Этот Пропал На Политку Прелесть У нас Середина 8 Прирост Ну Конечно Без Фокуса С фокусом Будет Поменьше Но Тем Не Не Он Хотя Бы Есть И Теперь Бьем Я Думаю Экономические Фокусы Судьба Королевских Пререгатив Успокойте Канадцев Нет Канада Неудачно Пререгу Здравствует Империя Сыдинок Королевства Великобритании Канады Появляется Канадское Сопротивление Но Нет Здравствует Империя Однозначно И Нас Еще Пуэрто Рико Взяла Отделилась Господи Ну Что Вам Там Не Мед Сейчас Пойдем Подавим У нас Есть Решение Подавить Канадский Национализм Но Я Понятия Не имею Где Оно И Панаба Капиталирует Прекрасно Теперь Канал Будет Контролироваться Нами Даже Почти Что Напрямую Я думаю Канал Именно Сам Себя Ставим А вокруг Сделаем Марионетку Смотрите Севеританский Союз Угрожает Исландии Азорским Островам На Дальнейшее Наращивание Думаю Нам Нужно Продемонстрировать Свою силу И Инвестируем В СССР Это делаем Лайон Панаму Оставляем Себе Танамский Канал Ну что ж На этом Можно Закончить Нашу Первую Серию У нас Уже Тут Интересные Партии Пришли К власти Небольшие Проблемы У Америки Будем Им Помогать Обязательно С Индией Тоже Здесь Проблем Были Но Мы Совсем Справились Так что Ребят С вами Блодоп Обязательно Подписывайтесь Если Вы еще Друг Не Подписаны Лайки Комментарии Твичи Скорбусте Все Как Обычно До Скорых Встреч Всем Пока